Так что еще раз я подорвляю всем спасибо, кто пришел на наш праздник, на действительно большой праздник. И кроме того, я хочу сказать, что я провела три мастер-класса, вот там висят портреты деток. У нас был автопортрет. Это деток-беженцев из Харькова, Николаева и Херсона. Они нарисовали себя и себя на фоне дома. Мне что-то тоже очень интересно. Они просто рисовали свой бардель. Вот если вы посмотрите, многие нарисовали дом с горящими окнами. Я им ничего об этом не говорила. Они сами нарисовали оранжевые окна. Вот это вот для психолога очень, конечно, интересно. Вот там как раз на той стеночке немножечко работы этих детей. Так что этих деток я поздравляю с приятелом выставке. А сейчас спасибо еще раз большое. А сейчас я хочу предоставить слово искусствоведу Михайличенко Тамаре Петровне. Пожалуйста. Ну, я прежде всего поздравляю Клавдина Михайловна с очередной выставкой. Ну, все мы как бы, как известно, родом из детства. Кому в детстве что вам досталось, то удается или не удается разжить. Клавдина Михайловна, ее знали на протяжении многих лет, ее, ее учеников, мальчиков, девочек. Вот первый педагог, который, ребенок, который, ну, все может или ничего не может, определяет что-то, и это что-то помогает развивать. Клавдина Михайловна работает из, ну, то, что мы видим изображение, с текстами, с музыкальным сопровождением. Это очень важно. То есть всячески ребенок постигает окружающий мир эту тематику, которую закладывает Клавдина Михайловна. И это очень важно, педагогические те навыки человеческие, которые создают человеку потом судьбу. Действительно, будет она, не будет, это вопрос другой. Но на шире любой ребенок, получивший образование, вот Боголюбов, насколько я знаю, вот я довольно много с художественным миром этого города знакома, я считаю, лучший педагог в детском, среднем, взрослом возрасте. Дети разных возрастов, совершенно разные. Вот это умение научить, умение расширить, найти в ребенке что-то то, важное, что он сам может реализовать, вот как бы на плоскости слепить, нарисовать и прочее. Это очень важно. Конечно, большая роль здесь, как всегда, относится и отводится родителям. Не всегда родители готовы водить, носить, чего-то там делать. Родители – это человек, которому ребенок несобственный. Если ты где-то прочитал, как мы хорошо здесь. Ребенок несобственный. Он дан человеку для того, чтобы до какого-то возраста вывести его в любви. Максимально вложить его возможность, умение и так далее. И вот если родители встречаются, вот такие нечастные, к сожалению. Поэтому я вас особенно поздравляю с такой настойчивой, заботой о вашей девочке. И то ребенок дальше идет уже какой-то другой дорогой. Ведь путей в жизни много, как мы знаем. Пошел, не пошел, куда-то. А здесь вот открывается дорога, которую Боголюбов открывает совершенно другой мир. Клавдия Михайловна с Юлией Леонидовной, которая тоже коллега-педагог, а не открывает другой художнический мир, который существует, как у нас. Будет дальше жизнь развиваться? Будет. Не будет другое дело. У кого как сложится? Все равно мир шире для человека становится. Красивее, музыкальнее, цветистее. Но вот маленькие дети вот так смотрят, что они маленькие-маленькие. А посмотрите, какие тематики они делают. И украинская тематика с лесами украинка. И литературная, и море наше. Посмотрите, как классно изображено море. Просто я возразила, удивилась вполне для вырослого художника, как самая достойная работа. И вот здесь на выставке увидела такие, я прежде не встречала, какие-то приемы, которые Клавдия Михайловна показала девочке. И вот эти два пласта, ну, наверное, несчастные, несчастные. Что они такое? Они очень неожиданные. Покажи, что это такое. Они какие-то подвижные, я просто не понимаю, что это. Покажи, пожалуйста. Ну, вы, что-то возьмите. Можно любыми частями двигать. Ножками. И так же самое посадить. И кукулу-лошадку. Покажи, как это можно сделать. Сидит. Там, Зана. Вот отдельные фрагменты сделать, которые скрепить, чтобы получилась целая фигурка. А потом из нее сложить композицию. Композицию подвижную. Можно посадить на лошадь. Можно там еще, вот, другая, другой планшет, там еще более разнообразный. Как-то сочетать и делать свою какую-то фигурку. Композицию, с которой зритель может, подойдя, делать то, что задумал автор, смыслил нам. А мы можем прийти и как-то сами тоже получаться в процессе творчества. Это очень важно. Всяческие методики, которые используют преподаватели. Я считаю, что очень повезло тем детям, которые попадают в руки в планке Михайловича. Я ее поздравляю. И всех детей, кто... Не старайтесь поучиться. Понемножку пообщаться с тобой. Никому или не о нем. Вам провезут. И детям вашим провезут. Нередко и взрослые по деревянам приходят, и взрослые поглядят, и вдруг в нем просыпаются. Я тоже хочу, я тоже буду... Он начинает тоже мастерить, рисовать, и так далее. Мир становится шире. Общайтесь. Поздравляю. Спасибо. Удачи вам. Так, ну все. Официальная часть закончена. Что у нас будет сейчас? Кто объявляет художественную самописием? Спасибо всем. Дорогие друзья, сегодня особенный подарок подготовил для нас джаз-клуб фирмы Украины Ситов имени Николая Голощакова. Я с огромным удовольствием представляю леди джаз, которую, наверное, вы хорошо знаете, Елена Игоревна Шевченко, замечательного музыковеда, педагога, человека, без которого немыслимые, самые лучшие джазовые мероприятия Одессы, и не только, мы уже перешагнули далеко за Голицы, не только Одессы, но и Украины. И я с огромным удовольствием передаю слово и попрошу поприветствовать Елену Шевченко. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас есть возможность, и мы ее используем, приветствовать и талантливых детей, и, конечно, родителей. Наставника. Все люди, которые на сегодняшний день на своем посту практически каждую минуту совершают подвиги. Терпимости, ухода, поддержки. Это трудно объяснить психологически, но главное, что дети рисуют. Дети мы столкнулись с тем, что пишут стихи. И был конкурс Майя Димирли, представитель ЮНЕСКО в Одессе. И возраст от 7 до 18 представляет достаточно большие, широкий объем интересов детей, сформулированный в слове. Где-то более традиционные рифмы, где-то более свободные, но это чрезвычайно интересно. Ох, у нас еще есть посетители. Пожалуйста, проходите. Да, да, да. Да, пожалуйста, пожалуйста. Есть где разместиться. Сыне занимательства. Очень тесно. Осторожно. Я хочу в продолжении акцентов в сторону современных детей представить вам музыкантов. и начнем с семьи, которая имеет особую историю в Одессе. Ну, представьте себе, в семье четверо детей от 10 до 20. И все они прошли джазовую школу, кто в большей степени, кто в меньшей степени. Но это все касалось первой музыкальной школы. Сейчас это школа искусств. Имени Эмилии Гиллиджса, имеет свои традиции. И я с удовольствием вам представлю не просто исполнителей музыкальной семьи, а это касалось и бабушки, и дедушки, очень известные имена. Но самое главное, что дети выросли в том направлении, которое дает возможность познакомиться с разными аспектами их интересов. И к достаточно большой творческой биографии выступления, в том числе и на сцене клуба Одесситов в рамках джазовых программ, которые у нас проходят уже третий год. Я хочу представить вам Софию Литовченко и 10 лет, но количество побед в этом году акцентирую именно в это время, как лауреата хит-парада «Звездочки», если вы наблюдали телевизионная программа, которая имеет очень большой, 30-летнюю историю, но в этом году Ева Литовченко, София Литовченко представила номинацию джазовый вокал. Получила первое место вместе со своим братом, с которым вы познакомитесь чуть позже. Специальный приз получила. Получили они, но, к сожалению, не могут воспользоваться. Это летний лагерь в Польше. Учебный, концертный, ну, в данном случае таковы были подарки, кроме очень красивых дипломов. Мы послушаем сейчас неджазовую композицию, это будет прохание Донева, украинская тематика, авторка Катерина Камар, Виталийте, Софиру Топченко. АПЛОДИСМЕНТИ요. Спасибо. 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 Литовченко, вы с ней познакомились как с певицей и благодарностью к преподавателю класса джазового эстрадного вокала Евгении Коди. Скажу вам, что не так давно она депутировала как саксофониста в ансамбле. Руководителем является Дмитриев Бережок и развитие детей этой семьи и не только семьи Литовченко, а многих других, которые имеют по несколько направлений. Я с удовольствием хочу папу представить, договорит филаренческого оркестра. Родители нацеливают на музыку и вся семья музыкальная. У нас сейчас будет небольшая проблема, чтобы познакомиться с более старшим братом, ему 13, а старшему брату 18. И я говорила, что есть 20-летняя Ева, студентка консерватории. Никита, покажите хотя бы. Никита Литовченко. Пожалуйста. Поскольку вы сейчас будете слушать произведения на фортепиано, сразу скажу, что он играет прекрасно на барабанах. И на конкурсе Black & White Music, который состоялся в первой школе в феврале месяце, и на праздновании международного дня джаза в первой музыкальной школе, он со своим партнером, ксилофонистом, менялись инструментами. Один играл на барабанах сначала, Никита, а его партнер играл на ксилофоне. Потом они менялись инструментами, и качество было на высоком уровне. Сейчас мы послушаем пианиста Никиту Литовченко. Это будет не очень удобно, но я надеюсь, что вы поймете. У нас новый инструмент, недавно подаренный 15-й школой, он из троллей, но он пока не очень удобно расположен. Вы услышите. Это будет джазовый этюд из сборника специально Милана Боржака. Его играют этот цикл и взрослые, и ученики, но в любом случае это драйв, который вы почувствуете со стороны исполнителя. Никита Литовченко, 13 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИ НЕДУЧЕНКИ УДАС ФẦНСКИ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И композиция «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Плей. 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 Друзья, нас ожидает сюрприз. Я хочу вас познакомить с Софией Тисовской. Это кто у нас? И пьеса, которая прозвучит, называется «Дэнс Манки». Как вы переведете? Дэнс. Отлично, поддержите. Дэнс. 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 Продолжение следует... 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 Песня. И вот эту обстановку, по-моему, исполнители реализуются. Мы еще раз познакомимся уже с другим репертуаром, с Идой Балабаш, и выполнить она новую функцию «Мейсвит». Новая композиция, приветствуйте, пожалуйста. 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 А-а-а, 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 а-а-а-а, а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а. Бегам, да сладкий, съемь, за ютез, ай, за смой, бегам, а-а-а-а. И съемь, а-а-а-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а, а-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а. Я в мозг, стив нични, а в мозг разъявляем меня. Я слугаюсь за тебя Ты пушь, не молеки, души, богатайся Срок, 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 срок Все жми и смей Руссы, родные сонни, ваше отзывы Ты пушь, не молеки, души, богатайся Я слугаюсь за тебя Я слугаюсь за тебя Я слугаюсь за тебя Браво! 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 На чем-то нужно поставить точку Будем иметь в виду, что это многоточие Но хочу вас познакомить с Борисом Вилановским Пожалуйста, подойдите ко мне Удивительная биография этого музыкального Сейчас ему 9 Но дебют в джаз-клубе состоялся годом ранее Причем он сразу включился в программу Импровизационного проявления себя Кроме того, что он пианист Он еще и автор композиции Причем таких очень свободных Присутствовал на моей лекции Посвященной 50-летию знаменитого Либертанга Оскара Фьетцова Через какое-то время пришел и сказал Вы меня вдохновили, я написал свою То есть я написал, я исполняю Это не пишется, это исполняет Правда? Да Правильно Я очень ответственна Подхожу к этому Но самое главное Хочу сказать, что из биографии В прошлом году Борис был самым юным участником Большого фестиваля Мы его назвали Джаз-музыка Перемоги Который был посвящен в течение месяца 12 концертами В честь празднования Международного дня джаза Сам праздник 30 апреля Но в джаз-клубе было И не только в джаз-клубе На пяти локациях Более 230 исполнителей В том числе и военные оркестры В этом году было продолжение Самостоятельно И музыкальные школы давали свои программы И уже четыре военных оркестра фестиваля Но Борис по-прежнему самый юный участник наших фестивалей Об этом знает ЮНЕСКО Мы направляли заявку И получили специальные письма Подряки Они очень красиво выглядят И у нас прочные отношения И Одесса как джазовый город Традиции, которые поддерживаются с самого первого 2012 года Когда было первое предложение Всему миру, всем музыкантам Объединиться условно в конце апреля На джазовые события Это лекции, это концерты, это фестивали То, что мы придумали Восхитило всех Потому что два города были зафиксированы Заявками в ЮНЕСКО Это Киев с двумя программами И Одесса В этом году Боря продолжал Свои выступления в рамках празднования Но это уже был специальный концерт Дети играют, поют и рисуют джаз Первой музыкальной школе 28 апреля был большой концерт И Принимал участие в нем В сольной программе Борис А уже в конце В начале мая В начале мая Снова как участник конкурса Весеннего хит-парада Он стал обладателем первой гремии За исполнение произведений Которое мы сейчас услышим Это тоже как бы технические упражнения Это джазовые и тюкнила на горжах Но под номером 7 Почувствуйте энергию Другого пианиста И сейчас Борис занимается В школе Столярского Это лицей У преподавателя Натальи Вячеславовны Заяц И сегодня представляет Своё искусство Да Больше не Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Аплодисменты 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 Спасибо! Аплодисменты Ладно! Ну, сейчас все сладко Да вкусняшки! Все на вкусняшки! Спасибо всем! Вводите информацию Приходите Приводите детей Будем импровизировать Амсел Всем привет!